Россия закрутила вентиль, перекрыла газ Украине. Как это может отразиться на нашей промышленности и на поставках российского газа? Газоват в картофельной шелухе. В сюжете Ярослава Кречко. Они договаривались ночью и ни о чем не договорились. Утром Кремль перекрыл газ и перевел Украину на предоплату. Это значит сначала деньги, потом голубое топливо. Мы на границу России и Украины будем поставлять газа ровно столько, сколько запрашивают наши партнеры в Европе. Проблему пытались решить и в европейских столицах. В субботу Меркель и Оланд говорили о газе с Путиным по телефону. В итоге, кто кому и сколько должен, будет решать Стокгольмский суд. Россия требует 4,5 миллиардов долларов. Долг, который Украина не признает и хочет от Кремля 6 миллиардов, переплаченных по контракту Тимошенко. Украинцы не будут вытягивать из кишень 5 миллиардов долларов США на риг, на то, чтобы Россия купила за эти деньги оружие, танки, летаки и бомбила украинские территории. Пока в Стокгольме будут решать, какая цена справедливая для Украины может и зима наступить. А с ней дефицит газа не только для украинской промышленности, но и для простых потребителей. Нефтегаз уже обратился в Еврокомиссию с просьбой разрешить так называемый большой реверс топлива из Словакии. В свое время, в 2009 году, подобный реверсный процесс был организован в Чехии по поставке газа как раз в Словакию. И было сделано это буквально в течение двух суток. Технологически это возможно, а вот политически не факт. Да и время, которое можно было потратить на переговоры с европейскими компаниями, украинское правительство израсходовало на Кремль и даже заплатило часть долга. По крайней мере, в ближайшее время на суд надежды нет. Вопрос, какую позицию займут в Европе, будут договариваться с Россией об увеличении поставок газа для себя в обход Украины или помогут Киеву обеспечить транзит, в том числе путем переговоров. Если не закачать газ в хранилище, если не накопить достаточные объемы и не продолжить закачку с июля, то уже зимой транзит просто-напросто будет сорван. В «Газпроме» уже признали, без украинской трубы контракт с ЕС компании не выполнить. Очевидно, Украине с Россией придется и воевать, и договариваться. К главному политико-экономическому газовому блюду сегодня добавили гарнир картофельный. Россия закрыла свой рынок для украинской картошки. В ней нашли что-то не то, каких-то паразитов. Вполне вероятно, личинки цвета георгиевской ленты колорадских жуков. Или что-то другое. Вряд ли это важно. Главное блюдо – это газ. Ярослав Кречко, Алексей Шматов. Подробности – телеканал «Интер».